Здравствуйте! С вами Вероника Поливкина. Начало августа в саду это больше все же положительные эмоции. Все активно цветет, радует наш взгляд. У каждого свои любимчики, но красоту любят все. Наливаются фрукты, овощи просятся в банки, молодые деревья дали отличный прирост, а это значит в саду полный порядок. Оно, конечно, не само все растет. Мы за всем этим ухаживаем, подкармливаем, удобряем. А от удобрений порой ломятся полки во всех подсобках. Ну, как в магазине. Чего услышим, то и хватаем. И накапливается всего этого великое множество. Часто даже забываем, чего для чего или от чего. Но выбрасывать жалко. Без удобрений, конечно, не обойтись, но есть же народные средства, как сделать землю более плодородной. Они совсем простые и очень-очень эффективные. Коротко напомню об одном из них. Вот собрали чуть ли не в середине лета чеснок. Урожай хороший, мы радуемся. А вот земля, давшая нам этот урожай, плачет. Бросили мы ее, наверное, гибель. Неприкрытая земля пересыхает. Полезные бактерии, на которых держится все плодородие, умирают. Непорядок в хозяйстве. Нужно срочно исправлять. Для этого сеют горчицу. Она буквально за три недели вырастает, очищает почву и при перекопке ее же и удобряет. Но есть одна тонкость. Вот любому растению для хорошей жизни нужно питание. А горчица что, не растение? Так вот, главный секрет, под горчицу нужно внести удобрения. Какие? А какие есть для весны. Весетта мы уже перестраиваем на осенние, калийно-фосфорные. А она только начинает свой рост, поэтому ей нужны азотные. Вот отряхните своими запасами и употребите завалявшиеся азотные удобрения. Тогда она наберет очень пышную массу и даст вашей земле максимум пользы. Так что не теряйте время, займитесь этим прямо сейчас. Такая плодородная, очищенная, здоровая земля понадобится вам уже в конце августа для посадки клубники, если усики пока еще не выросли. Под тот же чеснок осенью, под саженцы, которые запланировали посадить, или под луковичные, которые сейчас лежат на просушке. Так что пора действовать. Все вам доброго, с вами была Вероника Поливкина, до новых встреч!